Недавно я говорил с Томми Миллером, это мой друг и работник, он рассказал мне, как он делает сахарный сироп. У него довольно простая система, мне стало любопытно посмотреть. Она состоит из бочки на 55 галлонов, 12-ти вольтового лодочного двигателя для троллинга и 12-ти вольтового аккумулятора для автомобиля. Это все, что он использует. По его словам, система работает прекрасно, у него нет никаких проблем с ней, и он смешивает много сахарного сиропа с ее помощью. Показалось, что это отличный вариант для пчеловодов с небольшими и средними пасеками, которые ищут недорогой способ смешивать сахарный сироп. Я попросил Томми сделать ролик, и он привез установку, и мы сняли видео. Это действительно очень простая установка, он использует небольшой нагревательный элемент, установленный на дне бочки для разогрева воды. Он говорит, что это отлично работает. Не вижу никаких проблем, чтобы взять простой шланг, подключенный к водонагревателю дома, и заполнить бочку теплой водой оттуда. Уверен, что вода будет достаточно теплой, чтобы размешать сироп в пропорции 1 к 1, и, вероятно, даже 1,5 к 1. Думаю, это сработает хорошо. В любом случае, я был впечатлен. Установка работала лучше, чем я думал. Кажется, что это будет хорошим вариантом для пчеловодов с небольшими пасеками. В любом случае, мы сняли видео, сейчас я его вам покажу. Надеюсь, оно будет интересным и поможет кому-то из вас. Это внутренняя часть бочки. Вы можете видеть внизу, у самого дна, нагревательный элемент, а справа находится винт двигателя для троллинга. Томми включит его, посмотрим, как он работает. Все очень просто, но установка, кажется, свою работу делает. Я впечатлен. Вот нагревательный элемент на 110 вольт, который он установил в бочку. Он прикрутил его болтами и изолировал с помощью силиконового уплотнителя. Справа стоит кран ПВХ на 1 дюйм для выпуска сиропа, когда он готов. Я думаю, что можно установить сюда рукав и заполнять ведра банки любую тару, какую захочешь, прямо из бочки. Он поставил сюда удлинительный шнур, ничего особенного. Просто включаешь сеть, и он нагревает воду. Сбоку кузова у него стоит небольшой насос для перекачки. Он подсоединен к трубопроводу. Здесь стоит электрический выключатель. Через него насос подсоединен к аккумулятору автомобиля. И, конечно, он подключен к трубе. Тут стоит быстросменная муфта-соединитель, похожая на нашу, но труба немного поменьше. Хотя смысл тот же. Далее у него подсоединен красный шланг, который он бросает в бочку. Мы заполняем бочку до тех пор, пока уровень не будет выше нагревательного элемента, и затем я включаю его. Даже не нужно снижать скорость вращения винта? Нет, не нужно. Ты высыпаешь весь сахар до заполнения бочки водой? Абсолютно верно. Это 250 фунтов сахара в 50 галлонах воды. То есть пропорция около 1 к 1, плюс-минус. Что это за мотор для троллинга? Во сколько он тебе обошелся? Около 100 долларов на Амазон. Может быть, их можно найти дешевле. Возможно, такой завалялся в вашем гараже. Это недорогой двигатель для троллинга. Вообще, я думаю, он предназначен для каяка. Правда? Да. И он очень хорошо мешает сахар. Он подключается к 12-ти вольтовой батарее. А сколько бочек ты можешь перемешать на одном заряде батареи? Ты считал? Ты знаешь? Не имею ни малейшего понятия. Шесть или семь, по меньшей мере. Томми сказал, что сначала скорость была низкой, а теперь он поставил высокую. Чтобы убрать мертвых пчел и другой мусор, он использует сито. Я знаю насосы такого типа... Что это? Мембранный насос? Да, мембранный. Они не терпят посторонних частиц типа мертвых пчел. Нужно, чтобы сироп был действительно чистый. Сколько времени нужно до готовности? Десять минут. Было ли когда-либо наслоение сахара на нагревательном элементе? Никогда. Здорово. Выглядит отлично, по-моему. Нравятся наши переводы? Ставьте лайки. Не забывайте подписаться на канал, нажав на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки.